Субтитры сделал DimaTorzok Капец, ФСБ работает Скажите, а много вы платите своим работникам? Мы просто, б***, конфеты выдаем и все А, за конфеты, понял За хлеб и соль, короче За сало, я все За сало, да не, за сало не работает За сало это очень дорого для вас Его же надо где-то взять Ты стример ее? Да не, 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 я вот слышу Это воздушное Воздушная тревога, воздушная тревога Слышу, думаю, это Будут еще ракеты лететь или нет Те все сбили, теперь, думаю, может еще партию Попытается пустить Ваши эти коллеги Ты не сын этого Пушила вашего Дристович ее Сын того, сын Пилея Ахиллес, знаете такого? Нет Блин Гуляй ФСБ работает, сидит, вы говорите Не, типа, что ты гонишь? Яке ФСБ, какие конторские? Типа, там какие-то службы сидят Типа, такие, просто в четверг лет Они так не сидят, ну, будь ласка Там он прапор сзади висит То ли ФСБ, то ли Новороссия, то ли что-то подобное Это вся фигня А кабинет обычный, офисный Ну, то есть, это же явно какие-то работники с этого Это же службы, или еще что-то Еще просто какие-то, ну, оно же видно Я не знаю, люди добрые, дивитесь Тут у конторских 80% сидит, я вам отвечаю Само потом глянете Здравствуйте Здравствуйте О чем беседу, беседуете в четверг лет О чем? Так, спрашивали, почему Россия украла нашу историю Ну, попыталась хотя бы украсть Россия украла вашу историю? Угу Да, давно, довольно давно Расскажите, очень интересно Так, слушайте, вот Я вот задаюсь вопросом Почему Петр переименувал Московию на Россию в 1721 году? Во-первых, никогда такого государства, как Московия, в истории не было Да ладно Да, прохладно На что вы ссылаетесь таким образом? Я ссылаюсь, ну, например, на летопись Нестора Летописка Не-не-не, это не то, это Русь Это Русь, а мы за Москвой говорим Хорошо, подождите, стол Тогда и Москвы еще не было Тогда на Карамзина Оооо И погодина И погодина Погодина Соловьева Соловьева Ключевского Давайте возьмем Давайте вспомнить титул Ивана Третьего Титул плевать на титул Как это плевать? Ну, потому что в Стефана Батурия Давайте посмотрим на литье на царь Пушки Что там написано Давайте, давайте, давайте Только давайте пообщаемся, а не будете накидывать Я видел ваши блоги А, понял Ну, тогда все ясно, почему вы манипулируете и перебиваете Вы видели, например, памятники бипломатических отношений с Персией Ну, то есть, Московь из Персии Так вот эти памятники находятся в вашей публичной исторической А, нет, президентской библиотеке имени Бориса Ельцина И в этих памятниках как раз-таки Написано московское государство везде, везде То есть, торговые вот эти, ой, политические вот эти отношения, да Велись как раз-таки с московским государством И, собственно, сами послы московские Представляли, что вот князь Михаил Федорович Вот этот титул «Всея Руси» То, что я говорю Ничего не значит На московском государстве написано То есть, вот этот титул «Всея Руси» Такой же титул был Стефан Абаторий, например Он был еще не то, что королем польским, литовским А еще и русским Он же не правил в русском государстве Нет, он правил в Речи Посполитой Которая состояла из, значит, земли были Литовские, польские и русские То есть, украинские Потому что Русь – это Украина А эти Иван, да, царь Пушка Вот это все, вот этот титул Это не что иное Как просто то, что они отжали частью, опять-таки, бывшей Руси Добавили себе в титул Но их государство-то не стало русским У всех вот этих сношениях дипломатических Есть, там, было на московском государстве вор Богоотступник, еретик и так дальше Многую смуту в московском государстве Это я все из этого документа читаю Тут было где-то про князя именно что Вот, государь, царь, великий князь, Михаил Федорович Дальше пишется, московского государства, царю и государю Где-то еще лучше было Вот, 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 значит, государь, царь, великий князь, Михаил Федорович, царю и русский На московском государстве, вот, царю ился А почему не на русском? Вот сидят ци псевошники Питают, а про что вы говорите? Хотя они знают меня Добрый вечер, добрый день Добрый день Про что спілкуетесь? Что вас цікавит? Цікавит, звідки будете? Я? Соляна, столица Росії Москва? Нет, соляна столица Москва, это столица Росії Соляна, а соляна это яка? А гугл вам подскаже Понял, не знаете, яка соляна Наберите в гуглі, а вы звідки? Понял, а я из материи Мест русских Только не скажи, что ты из Киева Бо ты уже п***ешь Понял, понял Слушайте, а пуцверок как будет? Ах, звідки ты, звідки? З какого места? Я же скажу, из материи Мест русских Нет, 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 это не из Киева Что? Ты на Киев Я не Киев, окей Питание, а пуцверок как на российский? Дай ответ на моё питание Я вам же дал ответ на питание Если вы не верите, это ваши проблемы Я вам сказал, звідки я Теперь до вас вопрос Что такое пуцверок на российский? Что? Что такое пуцверок на российский? Еще раз Пуцверок, ну пуцверок Пуцверочок Ты скажи на русском У тебя на русском лучше получится О, а че ж вы так Якось на российскую перейшли? Ви же украинской Добре спілкуєтесь Ти когда говоришь Ты язык-то Вы п***ю из рук Даже вы бігаете Нельзя так Что такое? Вы за это время языка Вам этот Лишили вас языка За это время Когда Вы последний раз Со мной общались Слава России В составе Китая У России всегда слава Кто бы не входил в её состав Ну да Куда бы вы не входили В неё останется слава Кто бы к нам не входил в наш состав У России всегда слава А слава в чём заключается? Ну это элементарно Вот допустим Осенью У нас заложили Первый и единственный Пока что в мире Реактор на быстрых нейтронах Мы единственные в мире Что это вам даёт? Располагаем технологии Ну я рассказываю Мы единственные в мире Располагаем технологии Многократного обогащения Атомного топлива То есть нам Уран в земле Копать уже не обязательно Наша наука Позволяет нам Обогащать его Возможно даже бесконечное количество раз Слава российской науке Слава А средняя зарплата какая в России? Слава российской федерации Слава нашей науке Средняя зарплата какая в России? Погоди Я же не закончил отвечать Да ты долго отвечаешь Средняя зарплата какая? Один дурак задаст столько вопросов Что тысячи мудрецов не ответят А, понял Средняя зарплата какая? Погоди Я закончил сначала С предыдущей мысли Понял Так вот Средняя зарплата Надо начинать с средней зарплаты Это как раз таки Уровень жизни россиян Вот все того начинаем А потом говорим за реакторы Которые идут на военную Какую-то Ну Военную Да Область Отрасль Правильно выражаться Вот Вот за это начинаете Сначала поднимите Свои зарплати Хотя бы до тысячи долларов В середні До тысячи хотя бы А потом говорите За обогащение урана Которые вам не приносят Вашему Російському народу Ни черта Ви Как платите Налоги Налоги Как платите В военную Ото эту Структуру Да То есть В калибре Которые летят по Украине Так и дальше платите Ничего Ничего не меняется Пусть даже у вас будет Там я не знаю Десять космических станций Которых На которых будут там Не знаю Проводить суперэксперименты Это не даст Вашему российскому народу Ничего полезного С этого Поэтому такие Цепсовщики ФСБшники Они должны начинать Средние зарплаты Средняя зарплата По России какая 60 тысяч Или сколько Это если взять Министра У которых миллионы И в обычных работников Вот Вот с этого Надо начинать А не рассказывать За урановые Какие-то там Разработки Слава России В составе Китая Кто бы не входил В состав России У России всегда слава Слушайте Это так смешно У вас одна И та самая методичка Третий раз уже По одних же словах Тех же самых Слово-слово А какая разница Какая разница Ну это вообще Вот смотри Вот смотри В России Осенью заложили Первый в мире Реактор На быстрых нейтронах Это наша Собственная технология Многократного Обогащения Урана Что построили На окраине За 30 лет Кроме моральных Уродов В огромном количестве Вот вроде тебя Что построили Назови Чем можно гордиться Слушайте Отвечаю У меня есть Такая книжка Называется Сбагнутая Россия Вот Так Эта самая Я вот Ее почитал Я думал Я понял Кто такие Московиты Но указать Нет Просто по одних И тех же методичках Работать Это так угарно Если честно Вы хотя бы Ну реально Хоть как-то Текст меняйте Типа Это же просто Слышь Кроме моральных Уродов Окраина Ничем не богата Более Украина Богата Своей историей Исконной Назови Священной Историей Что было сделано Такого Чем можно было бы Гордиться Вот хорошего Что за 30 лет Построили на окраине На окраине Ничего На окраине Много чего А на окраине Ничего Окраина Окраина Не существует Понимаете Окраина Может быть Только Ваших Каких-то Интеллектуальных Способностей Вот это Может быть Окраина Вот А украина Она Развивающаяся Молодая страна В нее Все еще Впереди Построили Очень много Но мне Перечислять Это все Есть смысл Нет Она развивается Себе И я думаю После войны Будет Одна из Розвитающих Так сказать Старан Так что Это вам нужно Переживать За вашу Урадовая Что они вам дают Просто Это насколько Смешно Сидят Это псевошники ФСБшники Яки Реально Работают По методичкам Реально У них Ці слова Навіть Не изменяются Абсолютно Не изменяются Я В шоці Просто Ладно Что ж С тобой Общаться Давай Железобетоном Дерьмо Привет Здрасте Откуда Был Да Вот С Киева С Киева Слушаю Воздушную Тревогу Прикольно Что вы С Киева А то Что воздушная Тревога Это плохо Да Это печально Я б сказал Очень Очень Печально Ничего Уже Две Эти волны Сбили Теперь третью Может Если будет Тоже Субьют Я думаю Все Может быть А вы откуда С Тирасполя Тирасполя Ты что-то Знакомая Я точно не помню С Одессой Сто километров От Одессы Ну это же Что это Румыния Булгария Что это Приднестровье Молдавия Точно Молдавия Молдавия Что Приднестровье Давно Давно Живете Ну Родился И живете До сих пор Не выезжали Вообще Да Ну В Москве Сейчас нахожусь В гости приехали А В Москве Вот Я же И спрашиваю В гости приехали Понял Понял Как оно там В Тирасполе Общий Живется Плохо Плохо 30 лет В блокаде А почему В блокаде Ну потому что Не любят нас Ревнуют К России Кто Ну соседи Молдавия Ну сначала Молдавия Потом Украина Так Молдавия Это ж Молдавия Это ж Ее земли Ну не Молдавия Не Молдавия А если точнее Молдова Ну Молдова А это ж Ее земли Нет Как это нет А чьи это земли 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 Жителей Тех Кто Там Живет Понял То есть Если я с Киева Я например Киевлянин То это земли Киевлян Ну да Конечно Понял А в стране Какой живут Киевляне Ну пока что На Украине Нет Так На Украине Этот В Украине Естественно В Украине В государстве Если на территории На территории Да На Украине Вот Вас говорят Потому что Вас так же не признают Значит Как и этот Как отжали Приднестровье Так и с Украиной Вот Не признают Все эти территории Самостоятельными Чьими-то землями Приднестровье Никто не отжимал Не надо врать Нет Почему Москвиты Отжали еще В 90-х Приднестровье не выходило С Советского Союза Приднестровье не выходило А что там делают Российские войска Смотри Там у них еще герб Да У нас герб И флаг еще Советского Союза Нас никто не отжимал А Что там делают Российские войска Если это Терраспольцы Велият Их Приднестровье В землю Хорошо Хорошо Смотри Раньше был Советский Союз Правильно Вот Везде были В этом Советском Союзе Воинские части Армия И потом Когда все Подсоединялись То есть Украина Подсоединилась Да Значит Воинские части Стали украинскими Правильно Белоруссии Белорусскими Вот у нас была Воинская часть Но так как мы Не выходили С Советского Союза А преемник Советского Союза Это Россия Поэтому войска Стали российские Они туда не заезжали Они просто там были Изначально У вас не было Этого референдума По выходу Был 97% Проголосовало Присоединиться К России К России То есть Советский Советский Союз Распался А 97% Именно С Террасполя Решили Присоединиться К России Не-не-не Не с Террасполя С Приднестровья Понял Это Вернуться домой Чтобы вернуться Это в каком году было? Ой Где-то в 2000-х Плюс-минус там Я как бы Не сижу В 2000-х? Не болею этим Конспектировать Чтобы здесь Датами раскинуть Подождите 2000-х или какой вы Казач? Я говорю Примерно в 2000-х Плюс-минус То есть Уже 10 лет Пришло После того Как Советский Союз Распался И тут И тут Наконец-то 20 Молодой человек 20 Не 10 А 20 Когда Советский Союз Распался? Когда Советский Союз Распался? В 91-м Так То есть Пришло уже 10 лет Да После того И тогда Уже образовалось Там Че там Не Мы тогда Не Оно сразу Образовалось Да В Приднестровье Так вы говорите В 2000-х Это был Референдум Молодой человек А до этого Чтобы присоединиться К России Ну 9 лет Что до этого Как-то непонятно Вы о чем думаете Не подождите 9 лет 9 лет 9 лет До этого Что было Если референдум Только через 9 лет Или через 10 Там да Это присоединиться К России Что мы захотели Ага Понял Смотрите Я уже тебе Третий раз Я вот просто Смотрите Читаю Ручник Сними Ручник Хорошо Хорошо Я вот читаю Приднестровская Молдавская Республика Произвасила Независимость Молдавии 2 сентября 1990 года После того Подождите Я же читаю С официального Источника Это же вы говорите От балды А я читаю С официального Источника Как парламент Молдовы В июне 1990 года Признал незаконным Создание Молдавской Советской Социалистической Республики Тем самым Молдова Вышла из состава Вот этого Республики Созданной 1940 году То есть Непризнанная Да Ни этот Непризнанная Ни Советский Союз Молдавская СССР Молдова Признала В принципе Незаконным Создание Вот этой СССР Это сепаратисты Они Они Изменили То есть Молдава Не существует Да Молдава Не существует Молодой человек Язык У них есть Имеет право На самостоятельное Существование Не слышишь Ты же не хочешь слышать Не я слышу Молдавская республика. Вот, видишь, слово Молдавия есть. Подождите, когда... Здесь живут тоже молдаване. Не, 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 когда этот... Когда вообще Молдавия появилась, в принципе, да, народ ее молдавский появился. Ой, давно, давно, давно еще, давно. Давно. Когда появились русские вообще? Тоже давно. Когда? Да давно. Ну, за Молдаван, может, не знаете, за русских знаете. Я вижу лишь русский. Я украинец. Да нет, вы не украинец. Что такое путь, Сверок? Путь, Сверок, что такое? Смотри, подожди. Что такое путь, Сверок? У меня в свидетельстве о рождении написано, мама украинка, папа украинец. Я кто, румын? Что такое путь, Сверок? Смотри, молодой человек. Вы не знаете украинский язык. Где вы родились, плевать. Если вы не знаете языка, если вы не понимаете культуры, истории, если вы не живете... Подождите, если вы не живете в Украине, я отвечаю вам, в Канаде есть украинцы. Это называется украинская диаспора. Она знает свою культуру, свою историю, язык помнит. Много чего даже, может, даже больше, чем украинцы на Украине знать, да, в Украине. А вы, как житель вот этого Приднестровья, который разговаривает на русском языке, который, значит, этот... Вы говорите, у меня папа и мама украинец, хорошо? Папа и мама украинец. Это вам на слово поверить? Или, может, мне паспорт покажете, чтобы я убедился? Нет у вас паспорта, понял. Молодой человек в Одессе тоже на украинском не все равно. Хорошо. Значит, я спрашиваю, когда появились русские? Давно, давно, молодой человек. Давно? Нет, появились... Как национальность, как национальность, как национальность, так вот, я вам, если вы не знаете, я вам говорю... Так вот, если как национальность, украинцы, это окраинцы. Ну, понятно. Я вам, значит, говорю, что русские как национальность появляются на карте Сталина в 1941 году. До этого это великороссы, до этого это московиты какие-то и так дальше. То есть непонятно, как называть этих людей, это что-то смешанное. Молдаване, молдавский народ, появился значительно раньше так называемых русских, и это самостоятельный народ, своим суверенным государством, имеет право на свободное существование, так же как Украина, Беларусь, Литва, Латвия, Эстония и другие, которых захватила Российская империя, Советский Союз, и они были в ее составе. То есть единственные сепаратисты тут это приднестровцы и так называемые вот такие молдаваны, которые сидят в Москве. Я уверен почти на 100%, что он мне соврал где-то в 60% того, что в принципе говорил. Может он в принципе москвич обычный, коренной, но намалов всего подряд, так что это такое. То есть надо, надо понимать, что таких маніпуляторов сидит тут очень много, и с ними надо пожестить, чем с обычными пересечными гражданами, так сказать. Ну что, понравилось видео? Тогда не забывай подписаться на мой YouTube, Telegram, Instagram, а также за возможность поддерживать меня на Patreon или за реквизитами, что находится в описании под видео. Дякую. Слава Украине!